Я выгляжу очень довольной. На самом деле цена этого удовольствия довольно высокая. 11 часов добирались до этого места. Вчера выехали в пол 11 и сюда прибыли в 10 вечера. Расстояние было типа 220 км. Вот такие вот пробки. 120 км. Короче такие вот пробки из-за того, что все яванцы, а может еще и Суматры, все едут на Бали. Индонезия большая страна, четвертая в мире по населению. 300 миллионов. Ну вот наверное 300 миллионов сюда может двинулись. Я не знаю, все захотели на Бали именно тогда, когда мы сюда ехали. Ну невозможно было ехать вообще и мало того, что ладно там все стояли, ехать не ехали, так еще некондиционированный автобус, жара. Еще эти мужики курят в автобусе, у них в Индонезии можно курить в автобусах. Это все, это все, это все. Ну уже смотрим, 50 км остается. Думаю, ну вот сейчас доедем. Я захотела в туалет. Ну мы ехали без остановки 6 часов в автобусе. Думаю, сейчас вот если остановится автобус, я быстренько выбегу и быстренько схожу в туалет. Ну автобус остановился. Я быстрее спросила, говорю, можно в туалет? Да, вон туда иди. Пошла в туалет и возвращаюсь. Андрюха стоит с рюкзаками на улице автобусами. Я в шоке. Я говорю, что он уехал? Он говорит, уехал. Все, выкинули. Ну короче, орала на меня. Я думала, что он уехал из-за того, что я пошла в туалет. Я думала, что нас ждать не стали. Оказывается, всех выборователей, то есть мы не доехали до Ден-Пасар, не доехали до Куты, в которой вот мы сейчас находимся. Нас где-то там за несколько километров. Вы это... Ну это как загородная, наверное, автостанция. Загородная автостанция. Так бывает в этих разных странах. Вот. И вот с этой загородной автостанцией надо было вызвать такси. Мы хотели краб подешевле, а таксисты борются с крабами. Соответственно, нельзя было остаться именно там на автостанции, чтобы дождаться краба. Надо было уйти с автостанции. Мы специально вышли за ворота. И дальше мы с таксистом с этим скрабом потерялись. Потому что он никак не мог понять, где мы находимся. Долго разговаривали. Ну в конце концов мы нашлись, но все уже были злые. И Андрюха был злой и страшный, и таксист был злой. Но он правда не таксист был. Я вообще не знаю зачем. Мне было очень странно, что на такой машине можно подбирать людей. Потому что машина была очень навороченная. С компьютерами, я не знаю, там X7 какой-нибудь там, я не знаю. Очень шикарная машина. Вся в цветомузыке. Зачем он ехал в это время? И подбирал людей непонятно. Очень крутой мы. Короче, в конце концов мы доехали до этой Куты. И вот наконец-то мы вместе отдыхом. Дай бог, что нам здесь удастся хорошо отдохнуть. Мы зарезервировали на три дня. Потому что думали отель, я думала, какой-нибудь двухэтажный. Одна кровать и все. А оказалось такое шикарное место. Что вот эти вот бунгало, сегодняшнее наше бунгало здесь за 25 евро. Что такое 25 евро? Это 2000 рублей, да? Меньше даже. Меньше 2000 рублей. Вот такое место отдыха. Вот. Завтра оно стоит 30. Послезавтра 30. А вот в Новый год с 30 на 31. 47 евро стоит уже этот же номер. Но они сказали на рецепшене, что у них нету. Матруха сказал, нам пофиг. Мы забронировали, нету, есть. Они уже должны нас размещать. Потому что это их дело. Вот так. Всем привет с Индонезии, Бали.